Сложно поверить, но еще 7 лет назад юным фигуристам из Красноярска приходилось ездить на тренировки в поселок Подгорный в 40 километрах от города. В краевом центре для них просто не было места. Дворец Рассвет построили в 2013 году как базу для школы Олимпийского резерва по фигурному катанию. Этот лед не отдыхает буквально ни минуты. Занятия идут с утра до вечера в выходные и будни. Прерываются они лишь изредка, чтобы обновить рабочее полотно с помощью заливочной машины. А с конца февраля нагрузка на поле станет еще больше. Свои номера тут будут репетировать спортсмены-универсиады. 52 одиночных фигуриста, 20 пар и 4 команды синхронистов. Стран-участниц так много, что площадка будет занята по 12 часов в день. Нас даже попросили заливать в две машины для того, чтобы сократить время заливки с 15 минут до 10 и можно было, скажем так, более плотное расписание составить. Графика тренировок отслеживать будут судьи, чтобы не было скандалов, кто перекатался, кто вышел раньше на лед. Эту часть будут отслеживать судьи, плюс будут, я так понимаю, пометки себе делать какие-то по программе. Общая площадь Дворца Рассвет – 6800 квадратных метров. Размер ледового поля не уступает олимпийскому стандарту – 31 на 60 метров. Рядом с полем четыре раздевалки. В общей сложности почти на 100 человек. И еще по одной находится рядом с каждым из трех спортивных залов на втором этаже. По требованиям ФИСУК универсиаде здесь усовершенствовали систему безопасности. Вместо 27 видеокамер стало 108. Абсолютно все освещение заменили на светодиодное и провели более современную вентиляцию. Она нужна не только для комфорта спортсменов, но и влияет на качество льда. Все часы в здании синхронизировали по спутнику и, наконец, отремонтировали залы хореографии и аэробики. Они тоже понадобятся участникам зимних игр для тренировок и репетиций. А пока всем этим пользуются красноярцы. Эта школа только 168 человек. У нас группа раннего развития, порядка 200 человек занимается. Кроме этого ночная хоккейная лига. Но там просто я не скажу, потому что очень численность текучая. Со всего города они меняются, численность в команде. Поэтому в залы у нас занимаются, кроме наших детей, еще приходят заниматься аэробикой. Детская спортивная школа по спортивной аэробике. Занимаются у нас бальные танцы, школа по ледовым видам спорта. Все эти секции останутся и после универсиады. Секрет такой популярности дворца в его расположении. Он стоит в жилом квартале в двух шагах от обычных домов. Для посетителей рассвет закроется меньше, чем на три недели. С 23 февраля по 9 марта. А затем вернется к обычной работе. Мария Антюшева, Алексей Гусев, Енисей. Новости.